СМЕЛЫЕ ПРОЕКТЫ, НЕОРДИНАРНЫЕ РЕШЕНИЯ, ПОБЕДИТЕЛИ И НОМИНАНТЫ О САМЫХ ТАЛАНТЛИВЫХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ В ПРОГРАММЕ ВУНДЕРЛЕНД НА ХАЛЫХ РАДИОСА Здравствуйте, в студии для вас работают Асим Гуль Суендукова и саунд-дизайнер Алия Нурмагомбетова. Сегодня женщины в науке встречаются чаще, чем, например, 150 лет назад. Их можно встретить даже во главе институтов или больших научных групп. Однако гендерный дисбаланс все равно сохраняется. И сегодня в среднем на 10 мужчин в мире науки приходится где-то 2-3 представительницы слабого пола. И все-таки стоит отметить, что даже 100 лет назад их исследовательский талант находил способ пробиться. Женщины-изобретатели, инженеры, первооткрыватели меняют нашу жизнь наравне с сильным полом. Если спросить, а кого вы можете вспомнить на вскидку, обычно называют обладательницу двух Нобелевских премий Марию Складовскую-Кюрии и первую женщину-профессора математика Софью Ковалевскую. Однако есть и другие имена женщин в мире науки. Например, Хеди Ламар, прародительница Wi-Fi и Bluetooth, палеонтолог Мэри Энинг, первая программистка Ада Лавлейс, основательница пато-психологии Блюма Зейгарник, астроном Каролина Гершель и госпожа пенициллин Зинаида Ермольева. В наших передачах Wonderland до этого фигурировали тоже в основном мальчики. Сегодня наконец-то появилась достойная конкурентка, интересная собеседница и мы уверены в будущем специалист с большой буквы Милана Беганцова. Признаюсь честно, Милана меня приятно удивила, насколько нежный облик сочетается с прекрасной эрудицией. Предлагаем и вам познакомиться с Миланой Беганцовой и ее проектом. Милана, здравствуй. Здравствуйте. Солнечная энергия давно уже заинтересовала людей и они давно пытаются ее использовать в своих целях. Расскажи о своем проекте в этом плане. Целью нашего проекта было создать какое-то устройство, которое бы позволило нам увеличить эффективность солнечно-ветровых электростанций. Так как наш президент активно ведет политику развития зеленой энергетики, мы поставили такую цель. И нашим основной аудиторией, тем, кто пользовался бы нашим устройством, мы выбрали промышленные предприятия, которым нужно было активно использовать энергию. В чем заключается принцип нашего устройства? Для начала, у нас есть солнце, у нас есть ветер, который могут заряжать наши батареи, а эти батареи мы будем использовать для питания различных устройств. По какому принципу сейчас работают батареи? Если говорить на реальном примере, например, заряд телефона, сначала телефон заряжается довольно быстро, а потом, чем больше процентов, тем меньше он заряжается. Также работают и аккумуляторы на солнечных станциях, то есть со временем они заряжаются гораздо медленнее. Это не потому, что у нас нет энергии, это потому, что мы специально замедляем заряд, чтобы не повредить аккумулятор. Также работают и на предприятиях, то есть представьте, у вас есть очень много энергии, и у вас очень быстро заряжается ваше устройство. И часть энергии для того, чтобы не навредить аккумулятору, вы отправляете в никуда То есть вы стараетесь избавиться от этого А наша идея заключалась в том, чтобы эту энергию, которую мы выбрасываем, считайте, использовать для каких-то нужд То есть каким образом, еще раз повторюсь, как работает устройство Чем больше у нас лишней энергии, тем больше мы будем подключать различные техники Например, свет можем подключить, отопление Чем больше энергии, тем больше будет устройство подключено В этом и заключался смысл И мы создали при поддержке Володарского государственного университета или ПГУ Вместе с профессором Монаковским Где он нас научил о том, как именно можно паять, как писать программы И это был парный проект Я отвечала в этом проекте за программирование самой программы И у меня был партнер, который и занимался самой платой Его зовут Нурбек, и он ученик 8 класса Мы участвовали с этим проектом на сетевой олимпиаде Нурбек, интеллектуальных школ в Алмате Его презентовали в секции техника К сожалению, была довольно большая конкуренция Было около 20 проектов И поэтому его не номинировали ни на какое место Так как главной причиной они называли то, что было очень много довольно хороших проектов И мы не смогли Были и проекты, которые были лучше Но ваш проект можно доработать и в будущем реально использовать в реальной жизни, да? Его действительно можно доработать Сейчас он выглядит как прототип или как модель То есть нельзя использовать при больших токах Но если мы его доработаем, будем использовать дополнительное устройство Его можно просто подключить в готовую систему, и оно будет работать И увеличивать эффективность станции на 15% То есть в принципе это реально воплотить в жизнь? Да, просто нужно его подключить и доработать, чтобы оно могло выдерживать большие нагрузки Ну и условия у нас в Казахстане очень необходимы в принципе для реализации этого проекта Может быть использована и как солнечная энергия, так и светильная энергия Например, на юге у нас довольно солнечная, там можно использовать на солнечных станциях А например, в центральном Казахстане, в Астане она известна за свои сильные ветра А такие станции у нас, кстати, эффективно работают? У нас есть они? У нас есть станции, но мы в основном используем энергию от ТЭЦ, от ГРЭС Но прям таких станций не распространены Ты надеешься, что в будущем? Я надеюсь, что в будущем у нас появятся эти станции И мы будем беречь нашу природу и не загрязнять ее куликисным газом Вообще этот проект появился потому, что наш профессор, научный руководитель Он отвечал за станцию на базе Евразийского инновационного университета И он тогда и задумался над этим вопросом и предложил эту идею Милана, а в будущем кем бы ты хотела быть? Куда будешь поступать? У тебя уже выпускной класс? Как я сказала, я отвечала в этом проекте за программирование И это и является моим профильным предметом Поэтому в будущем я надеюсь связать именно с этой областью свою профессию То есть программистам? Да Ну, среди программистов очень большая конкуренция Особенно мужской пол дает о себе знать И девушкам здесь трудно заявить о себе Готова? Ну, существует такая идея, получается У парней и у девушек есть разные подходы к выполнению профессии Поэтому как с креативной точки зрения и с того, как выполнить работу Оба пола важны И девушка может спокойно пригодиться и в дизайне, и там, где не сможет справиться мужчина А где работать бы ты мечтала? Мечта у каждого может быть схожа Это большие компании сразу Это первое, что приходит на ум, это и Google, и Яндекс, и Самсунг и так далее Ну, то есть есть такая реальная возможность тебе работать в одной из больших компаний Ты себе такую цель ставишь, да? Ставлю, но если все-таки во время учебы у меня есть и другое пристрастие Это именно помогать людям в обучении Я больше, возможно, известна за то, что я хорошо объясняю И я могу стать преподавателем в университете по этому предмету Либо по математике, либо по информатике Это оба профильные предметы будут Ну, то есть учеба в ВУЗе уже определит и растает точки над «и», да? Потому что в таком возрасте, ну, можно считать, что это молодой возраст 18-19 лет, решать то, кем вы будете в будущем Поэтому есть и другие альтернативы Поступить, думаешь, здесь, в Казахстане или за рубеж? Я хочу попробовать поступить как в Казахстане, так и за рубеж Потому что уровень английского языка мне позволяет Это может быть либо Назербайский университет Либо КБТУ, Казахстанско-Британский технический университет Или я планировала также подать в Юнис, это Корейский университет технологий То есть корейский язык уже изучаешь? В этом университете не требуется знание корейского языка А там идет обучение только на английском языке И упор идет на иностранных студентов Ну что ж, здорово, мы желаем тебе удачи, успехов Спасибо На самом деле женщин в мире науки достаточно много В начале передачи я перечислила лишь самых известных Дамы наравне с мужчинами становятся изобретательницами, инженерами И все чаще выбирают профессии, где раньше преобладали лишь мужчины Да, сильного пола в науке больше, не буду спорить Но согласитесь, приятно работать в том коллективе, где есть гендерный баланс Чтобы не только работа кипела, но и глаза у мужчин радовались Глядя на прекрасных дам, и был стимул держать себя в форме, как физической, так и умственной Ну а в завершении нашей передачи мы пожелаем нашей героине сегодня Ученице 12-го И-класса Назарбаев интеллектуальной школы Химико-биологического направления Милане Беганцовой Поступить в выбранный вуз и добиться успехов в выбранной ею сфере На этом у нас все, вы слушали передачу Вундерленд Над выпуском для вас работали Симгуль Суендукова и саунд-дизайнер Алия Нурмагомбетова Всего доброго, оставайтесь с нами Смелые проекты Неординарные решения Победители и номинанты О самых талантливых и перспективных В программе Вундерленд Нахалых Радиоса Редактор субтитров А.Семкин